Привет, друзья! Сегодня полезные советы и приспособления, которые могут пригодиться. Продолжая заниматься отделкой в доме, меня часто выручает обычный малярный скотч. Установив раковину к стене, надо загерметить шов примыкания. И тут малярка отлично выручает. Обклеив край раковины и стены, наносим герметик. Далее волшебным пальцем сглаживаем шов и отклеиваем малярный скотч от стены. Таким образом у нас в десятки раз меньше работы по отмыванию стен от остатков герметика. Да и сам шов выглядит очень ровно. И для обычного домашнего мастера сделать такой хороший шов, это отличный результат. Работая с доской, при склеивании деталей, часто ищешь либо щепку под рукой, или второй заготовкой размазываешь клей. Детали, конечно, склеятся, но можно сделать качественней. Из пластиковой карты можно сделать отличный зубчатый шпатель для столярного клея. Зажав тиски через деревяшку, делаю пропилы примерно каждые пару миллиметров. Как с широкой стороны, так и с узкой. Далее немножко шлифанул наждачной бумагой. И вот приспособа готова к работе. Наносим клей на заготовку и с помощью мини-шпателя делаем зубчатые линии из клея. Таким образом заготовки при склеивании будут охватывать максимально большую площадь склейки. Да и вообще, размазывать клей стало намного проще и в разы быстрее. А после работы такой шпатель можно быстро протереть обычной тряпкой. Занимаясь строительством своего дома, я часто использую разные хитрости и приспособления. Например, делав монтаж фасадной плитки Хауберг от Технониколь, по инструкции надо работать вдвоем. То есть, один выставляет зазорчики и держит панельку, а второй пробивает гвоздями. Но, как получается, чаще всего приходится работать в одну каску. И даже вот такие две маленькие приспособы, можно сказать, заменяют одного человека. Все это выглядит просто. Цепляем за нижние панельки с одной стороны и с другой. И наверх мы можем поставить целый следующий лист. Придерживая одной рукой, второй мы можем просто и быстро забивать гвоздики. Таким образом, можно работать в одну каску и потихоньку-полегоньку делать фасад своими руками. Такие приспособления часто выручают. Но, друзья, как быть точно уверенным, что вы сделали все правильно? Ведь с вами рядом нету менеджера от фирмы-производителя, который мог подсказать. Поэтому вот вам годный отличный лайфхак. С помощью мобильного сервиса ТН-Чек от компании Технониколь можно самостоятельно проверить правильность монтажа кровли или фасада. И сформировать официальный акт осмотра. Итак, создаем объект, заполняем поля, выбираем проверить монтаж. Далее указываем тип системы конструкции. Указываем основные параметры деревянных конструкций и утеплителя. Далее достаточно подробный чек-лист. Пунктов в чек-листе много, но их можно весьма быстро заполнить. Интерфейс удобный и интуитивно понятный. Если ошибок не выявлено, можете быть полностью уверены, что если, не дай бог, в будущем что-то неприятное случится с материалом, производитель точно комплексирует материал по гарантии, так как фактор неправильного монтажа будет отсутствовать, а у вас будет подтверждающий официальный акт осмотра. Или наоборот, если ТН-Чек выявит несоответствие монтажа с официальными рекомендациями производителя, есть возможность их оперативно устранить. В противном случае это может привести к деформации изоляционных характеристик и внешнего вида конструкции в будущем. Так что, друзья, это вполне полезное приложение, особенно когда вы работаете с непроверенными строителями или когда вы сами впервые сталкиваетесь и работаете с материалами от производителя Технониколь. Все подробности будут по ссылке в описании. Ну а мы поехали дальше. Мешки со смесью быстро и просто можно раскрыть с помощью обычного бруска, который подкладываем под мешок. Далее верхнюю часть прорезаем кацелярским ножом и поднимаем брусок. И у нас мешок делится на две половины. Таким образом легче отследить пропорцию или расход смеси. Да и вообще, друзья, в разы легче переносить. Так что берегите спину. Никогда, слышите, никогда не выбрасывайте веревочные фильтры от воды, особенно в домашнем хозяйстве, так как из такого фильтра вы получите сотку полезной шнурки, с помощью которой можно делать разметку или использовать в разных назначениях. Я планирую строить баню и заранее заложил две трубы под землей для воды и электричества. И вот отличный лайфхак, как быстро и просто протащить кабель под землей в одно лицо. Буду использовать отработанный веревочный фильтр. На конец шнурки завязываю салфанный пакет на пару узлов. С другого конца трубы беру в руки пылесос и с помощью самодельного переходника из бутылки соединяю шланги. Далее остается только включить пылесос, и в трубе будет давление, и можно отправлять посылку на другой край трубы. Доставив край шнурки, снимаем пакет и завязываем провод. Для лучшей фиксации намотаем немного изоленты, и можно протаскивать кабель. Запоминайте способ, друзья, в жизни тоже может пригодиться. Склеивая много маленьких заготовок, могут кончиться струбцины. На помощь придет обычный пистолет для герметика. Использовав два маленьких брусочка, мы легко и быстро сможем прижать пару заготовок для склейки. Если на стройке стягиваете брус, ну, очень длинными саморезами, например, там 200 мм, то от большой нагрузки шурик может пригреть, да и просто отказать и покинуть вас. Да и вообще, такие длинные саморезы шурик будет закручивать очень долго. Чтобы ускорить процесс и увеличить срок службы инструмента, возьмите кусочек мыла и слегка обмажьте саморез. Таким образом, он залетит в заготовку, как по маслу. Напишите в комментах, друзья, какие советы понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.